приветствую на канале друзья с вами белогор хочу порекомендовать вам канал глобальный вопрос на канале вы найдете множество видео по теме альтернативной истории конспирологии а также о загадочных археологических открытий присоединяйтесь ссылка в описании сегодня хочу поговорить о форме земли по версии каббалы для начала хотелось бы уточнить что же такое затворение письменности каббала происхождение каббалы является предметом ярых споров первые посвященные в каббалистические мистерии верили что ее принципы были переданы самим богом ангелом еще до появления человека ангелы позднее передали ее человеку адаму для того чтобы через знание постигаемое пониманием принципов каббалы падшее человечество смогло бы вернуть утерянное достойность ангел разиель был послан небесами для того чтобы передать адаму таинство каббалы другие ангелы были посланы чтобы обучить последующих патриархов этой трудной науки крестьян гинсбург писал от адама она перешла к ною а затем к аврааму другу бога и с ним эти знания попали в египет где патриарх позволил утечку части этого мистического учения вот таким образом египтяне узнали кое-что из каббалы также другие восточные народы ввели элементы каббалы в свои философские системы моисей который обучался всей мудрости в египте и был инициирована в нее на земле своего рождения по настоящему стала с ведущим в мудрости во время скитаний в пустыне где он не только предавался каббалистическим занятием свое свободное время но и получал уроки от ангелов согласно элифасу леви каббала включает три величайшие книги сефер и яцира книга творения сефер хар зарак книга величие и апокалипсис книга откровения даты написания этих книг не установлены каббалисты утверждают что сефер и цират было написано авраамом хотя она является самой старой из этих книг по-видимому она написана раввином акибой в 120 году нашей эры предполагается что сефер зарак было написано симеоном б и йохаем учеником раввина акибы раввин симеон был приговорен к смерти около 161 года луцием вером наместником императора марка антония он сумел скрыться со своим сыном и долго жил в пещере где и написал книгу за рак с помощью ангела элиаса которое время от времени являлся ему симеон провел в пещере 12 лет и в результате он разработал сложный символизм большого лика и малого лика во время беседы с учениками симеон умер и лампа израиля угасла его смерти похороны сопровождались многими сверхъестественными явлениями легенды говорят о том что мудрости каббалы было известно с сотворение мира но что симеон был первым человеком которому дозволено было записать эту мудрость спустя 12 столетий после смерти раввина его книги были обнаружены и опубликованы на благо человечества машет да ли он нам вероятно что этот самый маша да ли он и составил за рак приблизительно в 1305 году заимствовав свой материал у еврейских мистиков которые хранили его не писаным в секрете апокалипсис приписываемых святому иоанну божественному также датируется весьма неопределенно и авторство его не было доказано достаточно удовлетворительно произведение эти охватывают многие аспекты природы у нас прежде всего интересует какая форма земли описано там хочется сразу отметить что в книгах много аллегорий примерных представлений и понятий явно смазанных переводом каббалы на другие языки мне удалось найти несколько моментов связанных с описанием мироздания и вот в книге заар записанные примерно 2000 лет назад приведены следующие данные причем сам заар или за рак говорит что он цитирует еще более древний источник книгу рава хамуны сабы весь населенный мир вращается в пространстве как мяч эти внизу а те вверху и все люди отличаются друг от друга внешним видом цветом и строением лица под влиянием климата в разных областях но все они стоят как прочие люди и поэтому есть место где светло а другим в то же время темно у этих день а у этих ночь а есть место где постоянный день и ночь там приходит на самое короткое время так здесь говорится о том что весь мир и вращается как мяч но является ли он мечом по своей форме все люди отличаются внешним видом исходя из климата также присутствует смена дня и ночи что мы имеем информация мягко говоря скудная причем попахивает каким-то современным веянием гипотеза о том что люди изменились благодаря климату современные и вызывают улыбку на лице якобы чернокожие люди стали таковыми потому что жили в пустыне где светит солнце европейцы и белые потому что живут преимущественно в холодных районах а азиаты имеет узкие глаза потому что живут на востоке где постоянно восходит солнце довольно мало информации но мне посчастливилось найти некоторые книги менли палмера холла а это довольно интересный человек давайте про него почитаем менли палмер холл родился 18 марта 1901 года онтарио канада умер 29 августа 1990 писатель лектор философ мистик создатель философской исследовательского общества таролог масон великий державный генеральный инспектор посвящение в древнем и принятом шотландском уставе кстати говоря здесь изображена эмблема этой организации ничего не напоминает на какой герб похож вот этот герб найдите 10 отличий также есть такая картинка лента великого генерального державного инспектора даже есть флаг это для тех кто постоянно сомневается для скептиков самая высокая степень посвящения наверняка этот гражданин немало знает о том что писал ему были доступны источники литературы о которых мы ничего не узнаем и так приведу отрывок из его книги энциклопедия масонской герметической каббалистической и розенокрейцеровской символической философии основы каббалистической космогонии каббалисты понимали верховное божество как непостижимый принцип который может быть открыт только через процесс устранения всех его осознаваемых атрибутов в определенном порядке после устранения всех познаваемых вещей остается аэнсов вечное состояние бытия будучи неопределяемым абсолют пронизывает все пространство абстрактные до степени непостижимости аэнсов есть ничем не ограниченное состояние всех вещей субстанции сущности и разум возникают из неуловимого аэнсов но сам абсолют лишён всякой субстанциальности сущности и разумности аэнсов может быть уподоблена великому полю плодородные земли на котором произрастают миллиарды растений различного цвета формы запаха и все же корни их уходит в одну и ту же темную почву которая однако отличается от любой из форм питаемых ею растения это вселенные боги и люди и все остальное все они питаются от аэнсов и берут начало от его неопределенной сущность все имеющие души дух и тело разделяет эту сущность и обречены подобно растениям вернуться в темное основание аэнсов единственно бессмертное откуда они пришли аэнсов называется каббалистами древнейшим из древнейших она всегда рассматривалась бесполым символом его был закрытый глаз хотя признавалось что определение аэнсов означало бы его профанацию раввины постулировали ряд теорий относительно того каким образом аэнсов порождает из себя вещи кроме того они приписывали ему абсолютному небытию некоторые символы описывающие по крайней мере частичные некоторые из его сил природу аэнсов они символизируют кругом истинной эмблемой вечности этот гипотетический круг включает в себя безмерную область непостижимой жизни ограничивающая эту жизнь окружность есть абстрактная неизмеримая бесконечность согласно этой концепции бог есть не только центр но также и площадь централизация есть первый шаг к ограничению следовательно центре образующиеся в субстанциях аэнсов конечный потому что им суждено раствориться и снова причине их самих а вот аэнсов бесконечно поэтому потому что она является причиной всех вещей круговая форма приданная аэнсов означает пространство замкнутая внутри гипотетического кристального шара вне которого нет ничего даже вакуума внутри этого шара символического аэнсов происходит возникновение и уничтожение каждый элемент и принцип который когда-либо используется в вечном процессе космического рождения роста и распада находится в прозрачной субстанции этой внечувственной сферы это космическое яйцо которое не расколото до великого дня который есть конец цикла необходимости до все вещи возвращаются в начало всех вещей процессе творения распространяющиеся жизни аэнсов возвращается от периферии к центру круга и устанавливает точку которая есть первая манифестация единого изначального ограничения всеобъемлющему нулю когда божественная сущность таким образом возвращается от границы круга к центру она оставляет за собой бездну или как каббалисты и и именуют великую тайну таким образом в аэнсов устанавливается двойная сущность там где существовала только одна первая это центральная точка исходящая объективная лучезарность вечной субъективной жизни вокруг этой лучезарности сгущается тьма возникающая убыванием жизни так ближе к центру возникает первая точка или универсальный зародыш универсальный аэнсов следовательно больше не сияет в пространстве а скорее бросает свет на пространство из этой первой точки исак мейер описывает этот процесс таким образом аэнсов заполняет все и затем творит в себе концентрацию в результате чего появляется бездна глубина или пространство авер кадман или первозданный воздух азот но в каббале это не считается совершенной пустотой или вакуумом совершенно пустым пространством но мыслиться как воды хаотического моря в котором есть определенный уровень света низшего по отношению к высшему можно сломать голову все это читая но осталось очень мало и так следующий материал большой человек загара или за ар или фас леви описывает большие прообраз человека таким образом это синтез слова произнесенного человеческой фигурой немедленно поднимающийся извод подобного с ходу солнца когда появляются глаза возникает свет затем появляется рот появляется дух и находит выражение слова появляется голова и тем завершается первый день творения поднимаются плечи руки и грудь и тогда начинается работа одной рукой божественный образ творит море а другой воздвигает континенты и горы образ все растет появляется воспроизводящие органы и начинают плодиться и размножаться существа фигура встает во весь рост одна нога в воде другая на земле объемляя в себе весь океан творения он передает дыхание своему творению и вызывает его к жизни он говорит да будет сотворен человек и человек сотворен нет ничего более прекрасного нежели эта картина творения прообраза человечества человек является тенью тени и в то же время это образ божественной силы он может простирать руки с востока на запад и вся земля дана ему во владение таков адам кадман первозданный адам каббалистов вот почему он изображен гигантом вот почему сведенборг сны которого были сходны с каббалистическими видениями говорил что все творение есть только титанический человек и что мы сделаны по образу вселенной в секретном учении каббала говорится что человеческое тело окружено похожей на пузырь оболочкой называемый яйцом ауры это первичная сфера человека она имеет такое же отношение к психическому телу человека как наш айнсов к сотворенной им вселенной на самом деле это яйцо ауры есть сфера айнсов сущности называемая человеком следовательно в этой ауре находится верховное сознание человека это аура распространяется во всех направлениях и полностью объемлет его низшие тела как сознание сведено в космическом яйце центральной точке которая затем называется богом верховным существом так и сознание яйца ауры человека сконцентрирована в точку сознания называемую эго как вселенная в природе образуют из скрытых сил космического яйца так и все что используется человеком в его воплощениях через царство природы выводится из скрытых сил внутри этого яйца ауры человека никогда не выходит за пределы этого яйца и остается в нем даже после смерти его рождение смерти и новые рождения случаются внутри яйца и она не может быть расколото до меньшего дня когда человечество подобно вселенной освободится от колеса необходимость можно сломать голубу читая эти тексты однако кое-что можно уяснить попробую упорядочить все что здесь сказано перевести на человеческий язык и так бог земля и человек имеет аналогичное строение в каббале бог или мир это кристальный шар внутри которого и происходит вся жизнь за пределами же его нет ничего это довольно стандартная схема строение земли которая описана в частности в индии или у древних славян с их великим яйцом сами земные объекты перекликают со строением человека его ауры для нашего мироздания ауры является аенцов первоначальная субстанция и алмазная сфера внутри ауры находится человек а внутри алмазной сферы находится земля исходя из рисунка можно предположить что это плоский диск находящаяся в сфере это становится очень похожим на строение земли из вед индии там тоже упоминается оболочка из первоматерии аналогичные материи аенцов за которые нет ничего точно так же как и в каббале это первоматерия кристальный шар за пределами которого нет ничего но в индийской концепции земля на которой мы живем представляется плоским диском серединой этой сферы над которой расположены другие миры этажи вверх и вниз подведем итоги каббала довольно интересная наука в которой много тайн тайны мироздания в ней тоже раскрывается но в небольшой степени скорее всего исходя из сравнений с человеком и богом земля тут имеет форму плоскости нежели шара так как это более логично и стоит отметить что у этого описания есть совпадение с описанием плоской земли других культур что играет в пользу того что в каббале земля имеет ровную плоскую поверхность к слову говоря множество интересных вещей можно найти в книгах менли холла ну а с вами был белогор всем спасибо за внимание всех зрителей с праздниками всем спасибо и пока спасибо